Привет! В ходе этого урока мы с вами изучим несколько дополнительных способов по установке программ в Linux. Но сперва я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. Здесь вы найдете домашние задания, материалы и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Первое, про что мы с вами поговорим, так это относительно такой программы, которая называется как Ubuntu Software. Она у меня вынесена здесь, в список быстрых приложений. Если вдруг у вас здесь ее нет, то в таком случае можете зайти в обзор или зайти во все приложения, и там просто пропишите Ubuntu Software, и вы найдете именно эту программу. Чем эта программа удобна? Дело в том, что за счет этой программы вы можете выполнять установку каких-либо приложений внутрь вашей операционной системы. Да, конечно же, всякие программы можно всегда устанавливать при помощи пакетного менеджера, и в ходе этого урока мы еще с ним поработаем, мы еще научимся устанавливать сторонние программы, которые не находятся в репозитории, но также вы всегда можете использовать графический интерфейс, а именно программу Ubuntu Software. Здесь есть множество различных приложений, здесь есть игры, здесь есть различные программы по типу Photoshop, различные текстовые редакторы, тот же самый Visual Studio и так далее. И вы можете их здесь находить, находить по категориям, находить по популярности, скачивать эти программы или же игры и, соответственно, устанавливать их у себя на компьютере. Вот, например, вдруг, если вам потребуется такая программа, как RubyMine, ну, просто предположим, что мы хотим вот именно эту программу, она находится вот здесь, как бы на главном экране, и чтобы нам ее просто скачать и установить, все, что нам нужно сделать, так это перейти на ее страничку, здесь нажать на установить, и все, она будет установлена. Также здесь есть описание всех этих программ, есть никакие либо фото, ну, и вы, соответственно, спокойно можете это все устанавливать, все это будет работать без каких-либо проблем. И это еще одна дополнительная особенность операционной системы Linux, ну, и в частности Ubuntu, то, что здесь есть вот такая вот удобная программка, потому что если мы говорим про Windows, то там, чтобы найти программу, нам нужно зайти в Google, ну, или там в какую-то поисковую систему, там нам нужно найти нужный сайт с нужной программой, дальше мы скачиваем, дальше мы выполняем установку, все это происходит в ручном режиме. Здесь же вы просто заходите в одну определенную программу, находите нужные дополнительные какие-либо программки, и, соответственно, спокойно их можете скачивать. Сразу хочу отметить то, что здесь не все программы представлены. Вот, например, если мы попытаемся найти тот же самый Google Chrome, то его здесь, к сожалению, не будет. Ну, в ходе этого урока я еще покажу вам, как можно установить конкретно Google Chrome. Это устанавливается через пакетный менеджер. В то же время здесь, в этой программе, будет, ну, очень много различных приложений. Тот же самый RubyMine – это отличный текстовый редактор для языка Ruby. Ну, и, например, вот если вам нужен язык Ruby, то можно будет скачать эту программку. Да, в этой программе нет абсолютно всех приложений, которые вы бы могли захотеть, так как сюда добавляют сами разработчики программы, ну, и некоторые разработчики просто, возможно, забивают на эту программу и не добавляют сюда свои программки. Например, Google Chrome, вот видите, его здесь не существует, но это не проблема, мы рассмотрим, как можно установить Google Chrome, даже если его не существует ни в репозитории, и не существует внутри этой программы. Мы все равно рассмотрим, как его можно установить. В то же время, сперва я всегда предлагаю вам смотреть именно в этой программе. Если тут вы находите нужное приложение, то его будет установить отсюда намного проще, нежели установить его через тот же самый пакетный менеджер или через какие-то сторонние веб-сайты. В общем, не забывайте про эту программу, она очень удобная и позволяет вам устанавливать программы на вашу операционную систему. Прежде чем мы с вами перейдем к скачиванию Google Chrome, мы давайте рассмотрим одну команду, которая позволяет нам скачивать различные файлы с интернета. Мы будем сейчас файл, а конкретно картинку, скачивать с определенного сайта, и эту картинку я хочу сохранить на рабочем столе. Поэтому изначально мы давайте вот здесь зайдем на рабочий стол. Смотрите, если сейчас посмотреть на все папки, которые у нас есть, то рабочий стол, он у нас выделен в одинарные кавычки. Так происходит неспроста. Дело в том, что рабочий стол состоит у нас из двух слов, где у нас есть в принципе пробел. Ну и чтобы нам заточить, чтобы нам вернее перейти в подобную папку, где у нас есть просто пробел, то нам всегда нужно ставить одинарные кавычки. Тем самым мы как бы говорим, что это одно единственное название, к которому мы как раз и обращаемся. Поэтому здесь я прописую CD рабочий стол. Давайте только это я сюда просто вставлю. Ну и, соответственно, нажимаем Enter. И вот я перешел теперь на рабочий стол. Если прописать это без одинарных кавычек, то попросту переход будет невозможен. Он не поймет, в какую папку мы пытаемся зайти. И здесь же мы давайте будем прописывать команду, за счет которой мы скачаем картинку с интернета. Для начала найдем саму по себе картинку. Я эту картинку буду скачивать с моего сайта itbroker.com. Соответственно, здесь я нашел картинку с питоном. Ну, предположим, такую картинку мы с вами будем скачивать. Ну и вот URL-адрес для этой картинки. Мы как раз сейчас это и будем прописывать. Итак, чтобы нам с интернета что-либо скачать, это может быть видео, это может быть картинка, это может быть аудиозапись, неважно. Это может быть все, что угодно. Но чтобы нам это скачать, нам нужно прописать такую команду, как vget. И далее нужно указать полный URL-адрес к нужному нам файлу. В моем случае я прописываю следующий URL-адрес. Это https, дальше itproger, itproger.com. Далее это test. И дальше мне нужно найти мою картинку. А вернее, я даже неправильно начал прописывать. Мне нужно еще зайти изначально в папку как бы emg. Только вот здесь слэш не забываем. И дальше мы заходим в папку test. И дальше я уже ищу такую картинку, как python.svg. Нажимаем enter. Вот у меня произошел процесс скачивания и добавления этой картинки на рабочий стол. Мы можем заметить, что действительно эта картинка, вот она была сюда добавлена. Все обработалось абсолютно корректно. И в таком же формате вы можете скачивать какие-либо другие файлы. Опять же, это могут быть картинки, видео, это могут быть различные аудиофайлы. Главное, вам необходимо иметь полный URL-адрес на определенный ваш файл. Вот в моем случае я имел полный URL-адрес на нужный мне файл. Но вообще, чтобы, кстати, узнать URL-адрес какой-либо картинки, ну, предположим, картинки, то просто нужно нажать на нее правой кнопкой мишей и дальше нужно нажать на копировать URL-картинки. После чего вы можете его уже подставлять, и это и будет URL нужной вам картинки. И при помощи vget вы можете скачивать различные картинки, и все они будут сохраняться у вас, например, на рабочем столе или в папке загрузки, ну, в зависимости от того, в какой директории вы сейчас находитесь. То бишь, vget это не пакетный менеджер, но это удобная команда, за счет которой вы можете скачивать различные файлы с интернета. Ну и теперь, наконец, мы давайте приступим к установке Google Chrome. Чтобы это сделать, мы изначально заходим в веб-браузер Firefox. Здесь мы можем найти Google Chrome, ну и, соответственно, переходим на их официальный сайт. С него же мы сможем скачать нужный файл-установщик, а дальше мы сможем выполнить этот установщик при помощи, опять-таки, того же самого терминала. Ну и изначально мы просто нажимаем на «Скачать Chrome». Здесь он, видите, сразу подбирает нам нужный файл под Linux, и здесь есть два формата, либо DEP, либо RPM. По факту это одно и то же самое, только вот для разных операционных систем. Я нахожусь сейчас на Ubuntu. Если вы будете в будущем работать на Fedora, например, или на OpenSUSE, то, соответственно, нужно будет скачивать другой установщик. Если же ваша операционная система, если ваш дистрибутив будет основан на Debian или же Ubuntu, а это очень много таких дистрибутивов есть, тот же Mind, он, например, основан именно на Ubuntu. То есть Ubuntu на Debian основен, а Mind, он основан на Ubuntu. Вот такая вот получается логика. Так вот, в общем, если у вас дистрибутив, он основан на Debian, то вы скачиваете DEP. Если он основан на Fedora, то в таком случае RPM. Узнать, на чем основан ваш дистрибутив, очень просто. Можно открыть карту всех дистрибутивов, и там вы просто просмотрите, к чему принадлежит ваш дистрибутив. Ну, в общем, я скачиваю DEP, просто нажимаю принять условия и установить. Ну и дальше происходит процесс скачивания. Сам файлик, он скачивается обычно в папочку установки. Нам просто необходимо на данный момент здесь указать то, что мы именно сохраняем файл. То есть я не хочу его устанавливать при помощи графического интерфейса. Конечно же, его можно установить при помощи графического интерфейса, но я хочу все-таки его установить самостоятельно. Поэтому здесь я просто нажимаю сохранить файл, дальше нажимаю ОК. Далее он, возможно, у вас спросит, в какую папку вы это хотите все сохранить. Может и не спросить, но если спрашивать, в какую папку, то, например, можете сохранить это все в папку загрузки. Итак, файл был скачен. Теперь мне нужно зайти в папку с этим файлом. Поэтому мы давайте здесь пропишем с вами CD. Также мы будем брать это все с корневой папки. Ну и я хочу перейти в папку загрузки. Поэтому здесь мы прописываем загрузки. Теперь здесь нам необходимо выполнить установку самого этого файла. Для установки этого файла нам, во-первых, необходимо использовать sudo, потому что, опять же, все, что происходит с компьютером, а именно установка программ и их удаление, оно должно происходить от имени администратора, имени суперпользователя. Поэтому тут мы прописываем sudo. Далее нам необходимо обратиться к такому программному обеспечению, как dpkj. То есть за счет этого программного обеспечения мы просто можем с вами выполнить либо установку чего-либо, либо удаление. И здесь важный момент. Мы не обращаемся к пакетному менеджеру как таковому, да, потому что пакетный менеджер, он все-таки работает с пакетами, что находится в определенном репозитории. Ну или другими словами, он работает с программами в репозитории. Мы же с вами сейчас просто устанавливаем некую программу, которая была скачана с интернета. И чтобы установить подобную программу, нужно обращаться к пакетному, вернее, к программному обеспечению dpkj. Далее мы просто указываем с вами характеристику, что мы конкретно делаем. Мы указываем буквочку i, тем самым мы говорим о том, что мы install, мы устанавливаем что-либо. И далее здесь нужно указать название того пакета, который мы хотим установить, того приложения, которое мы будем устанавливать. Смотрите, можно просто нажать здесь на переименовать. Далее вы здесь можете скопировать абсолютно все, что здесь представлено. И далее вы просто можете нажать на вставить. И это будет то, что нужно. Да, вот я такое как раз и сделал. То есть мы говорим о том, что мы устанавливаем вот это вот приложение. Далее нажимаем просто на Enter. И поскольку я работаю от имени суперпользователя, то, конечно же, нужно будет еще ввести пароль, что мы как раз и делаем. После этого происходит процесс установки нужной программы. После установки вы можете даже перезапустить систему. В таком случае вы сможете найти вашу программу через вкладку «Обзор». Но даже если не перезапускать систему, то само приложение вы сможете открыть через терминал. Дабы его открыть, нужно просто обратиться к нему по названию. Вот смотрите. У меня этот проект, у меня этот файл, он назывался как Google Chrome, Stable, Current и дальше шли какие-то еще дополнительные названия. Чтобы обратиться к нему по названию, вам нужно просто обратиться к тому названию, который идет как бы до версии. У меня вот здесь вместо версии указано слово Stable. То есть это говорит о том, что это как бы стабильная версия. Я скачал стабильную версию. И по факту название, оно заканчивается именно до слова Stable. То бишь, чтобы мне открыть это приложение, я обращаюсь к нему по названию, а конкретно обращаюсь к Google Chrome. Вот так я это прописываю, нажимаю Enter и у меня происходит процесс запуска Google Chrome. Вы можете заметить, что он у нас запустился абсолютно корректно. Также я его свернул, ну то есть он мне пока не нужен. Таким образом мы установили дополнительное стороннее приложение и спокойно теперь можем с ним взаимодействовать. Ну что же, таким образом как раз и происходит процесс установки различных приложений на Ubuntu. То есть для установки приложений и пакетов вы можете использовать, во-первых, пакетный менеджер, во-вторых, можете использовать отдельную программу Ubuntu Software, ну и в-третьих, вы можете просто скачивать нужную программу с интернета, а далее вы ее можете устанавливать, либо просто два раза кликнув на сам файл с установщиком, либо можете устанавливать эту же программу через терминал за счет такого программного обеспечения, как DPTJ. Ну что же, на этом наш урок подходит к концу. Надеюсь, урок вам понравился. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока.